Швеция, Россия. Нет больше вратарей, кроме Сенепатера. Что? 5 минут удаления? Какой классный силовой! И выход 1 на 1! И бросок! Голос! Что? На нашего нападающего сумасшедший шведский фанат нападает с огнестрельным оружием. Парни и девушки, я отниму у вас совсем немного времени. Я хотел бы вам порекомендовать свой канал. Я снимаю различные карьеры с добротным монтажом, которые не заставят вас скучать. Также я участвую в турнирах 6 на 6 НХЛ и выкладываю всю кухню команды Факел на свой канал. Также я играю против топовых игроков НХЛ 20 и пытаюсь им составить хоть какую-то конкуренцию. Еще сейчас проходит турнир между всеми лигами игры. И уже стартовали полуфинальные игры. Подписывайся на мой канал, ссылка в описании. Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Друзья, мы на последней стадии группового этапа невероятного чемпионата мира, на который пришлось ехать нашей молодежке из одноименного сериала на канале СТС, потому что наша основная сборная заболела и находится на карантине. Говорю еще раз спасибо за то, что вы со мной и поддерживаете этот проект. Ребята, но пожалуйста, больше лайков, больше комментариев, больше активности, репостов этих видеороликов для того, чтобы мы все-таки с вами закончили этот проект. И он был интересен не только вот этому маленькому узкому кругу людей, а чтобы это все распространялось. Ведь хоккей нуждается в этом. И даже вот этот симулятор хоккейный, который единственный у нас. Поэтому полторы тысячи лайков ставим под этим роликом. И уже следующий матч будет плей-офф. А вот с кем он будет, посмотрим. Сегодня Швеция, Россия, лидер группы, играет против команды, которая сейчас очень нуждается в победе. Россияне в прошлом матче, если вдруг не видели, вот подсказочка, посмотрите. Играли со Швейцарией и получилась невероятно интересная игра, но, к сожалению, не в нашу пользу. А еще по окончанию встреч мы лишились одного из голкиперов. И у нас нет больше вратарей, кроме Сени Бакина. И, естественно, тренерскому штабу в срочном порядке приходится вызывать сразу двух вратарей. Это, по вашим просьбам, Шмелев и, конечно же, Коновалов. Вот эти два вратаря приедут в расположение сборной уже к плей-офф. Поэтому ждем их, ставим за них лайки. И пишем в комментариях, кто из них должен сыграть первым в матче плей-офф. Перед игрой со Швецией у нас вот такой вот состав. В общем-то, по отношению к прошлой встрече ничего не изменилось. Жданова мы пока еще не допускаем к матчам. Опять же, напишите в комментариях, хотите ли вы вообще его дальше видеть в нашем чемпионате мира. Или с него довольна. Ну и сегодня я играю за всю команду. Вы также просили об этом в комментариях. Вам больше нравится, когда я всеми игроками управляю. Поэтому именно так мы и будем действовать по ходу сегодняшней важнейшей встречи против лидера нашей группы. Ребятки, ну и, естественно, мы наслаждаемся сейчас национальной хоккейной лиги. Не важно, в каком виде она проходит. Главное, что мы можем смотреть супер-топовые матчи. Ну и, конечно же, мы можем на них подниматься. Торонто, Коламбус, это идеальная встреча для того, чтобы зарядить, зарядить на кленовых листьях. А по ссылочке в закрепленном комментарии вы получите невероятно высокие коэффициенты. А если еще введете промокод ВАБОН, то 200% бонусов вам обеспечено. Ни одна другая БК вам столько не даст. Выводите средства в любой валюте, забираете в любой кошелек и никаких скрытых комиссий вы там не найдете. Желаю вам удачи. Швеция-Россия. Хенрик Люнквист будет играть против Псени Бакина сегодня. Вот такое невероятное противостояние, которое в жизни представить очень тяжело. Очень хочется сегодня победить, потому что в последнее время тяжело с этим у нашей команды. Но и это самый сложный соперник, который был у сборной России. Какой опасный момент сейчас. Первый же бросок сборной Швеции оказывается голевым. Адам Ларсон забивает эту шайбу и не знаю, Бакина можно там обвинять в этом пропущенном голе. Ну в общем, никто не мешал, но бросок получился идеально. За вот эти несколько матчей, пока я не играл за всю команду, мне кажется, что я немного потерял вот этот игровой тонус. И это, конечно, не самая лучшая история. Но будем надеяться, что это ненадолго. Что? Пять минут удаления? Ты что сделал там, Егор? Я просто не понимаю, что ты такого там мог сделать, что тебя на пять минут удаляют. В борт прессанул. До конца игры, естественно. Пипец вообще! Вот где сейчас нужен был бы Жданов. Да, с нормальными так проблемами столкнулись в начале игры. Проигрываем, так еще и теряем своего капитана. И штанга нас спасает сейчас. Отлично силовой. Просто здорово. Ой, какой хороший пас, Березин! Ай! А он партнерчика. Да ладно, они идеально просто бросают. От штанги залетает... Ну, по-моему, второй бросок в ворота нашей команды. И... 2-0. Ландескок, Габриэль забивает эту шайбу. Ну вот смотрите. Ну там, я не знаю, бутылка улетела. Бакин ничего не мог сделать. Еще минуту 40 нам в меньшинстве играть. Это, конечно, ситуация вообще нехорошая. И здесь, наконец-то, Сеня выручает. Ой, как опасно сейчас было. И Сеня вновь нас выручает. И еще здесь забирать шайбу надо. Мы, наконец-то, играем в полном составе. Пора уже, пора нам что-то создавать, Бакин. Вновь в порядке. Вот так вот. И забить. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой моментик был. Наконец-то. Что-то мы смогли создать сейчас. Фух. Как тяжело. Шведы очень сильно играют. Ну, я не знаю, видели вы или нет. Я вначале, возможно, вам не показал. Но показатели команды Швеции на 15 примерно позиций. Больше, чем у нашей команды. Я же не пытаюсь отмазываться. Но просто это ясно, что у нас средняя где-то 80. А у них под 95 примерно все показатели. Один бросок мы всего нанесли в первой части игры. Сеня! Да елки-палки. Ну, все. Все в наши ворота залетает. Хорошо. Кисляк, отлично. Ну, кто-нибудь помочь вот сюда вот. Ну, забить. Ну, как же так? Я на молчаночке, друзья. Я играю почему-то, потому что сейчас, ну, очень хочу хотя бы одну шайбу положить в их ворота, наконец-то. Есть. Отскок очень удачный. Прям как в FIFA это происходит. Удачный отскок в нашу сторону. И мы 3-1 делаем счет. Хорошо. Неужели мы в зоне? Неужели мы что-то закрепились и даже щелкнули? Ай-яй-яй-яй-яй! Хорош, Сеня, спасибочки. Сейчас прям очень вовремя. Ты, 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 ты добивание отразил. Ой, уходи. Отлично. Ай, на дальний никого. А вот сейчас на дальнюю. Как же так? Костров. Хорош. Умница. Умница Костров. Ай, бросок не самый лучший. Ай-яй! Добивание. Добивание. Работают в этой игре сегодня. И вновь дрозд. Вторую шайбу он забивает. Вау. 3-2. Интрига. Спокойно. Спокойно. Два против одного. И Бакен красавчик. Какой классный силовой. И выход 1 на 1. Кисляка. Там есть помощничек. И 3-3. Еее. Еее. Вот это да. Вот это просто идеальный момент. Это как Овечкин. Помните против Ягра. Силовой. И потом сразу шайба происходит. Это я прям хочу насладиться. Но не покажут нам, скорее всего, и Ашники. Полный повтор. Вот вместе с силовым этим приемом. Но в любом случае, конечно, Лунка сейчас в шоке. Конечно, сейчас вся Швеция просто в шоке от того, что Дросс делает хет-трик. Уже кепочки полетели. Вот они прям туда. Ну да. Да, здесь, конечно. Ой, как кисляк. Да вообще все идеально. Но вот силовой вот этот вот. Надо еще раз показать. Ай, выход 1 на 1. Бакен, спасибо. Ай, Бакен, умница. Пономарев. Хорошо, Оберезин. Оберезин, бросок. И вратарь на месте. Шведы вновь включили режим контроля. Как же шайбу-то забрать? Ай, по-любому это до броска доведется. 100%. Тут, как говорится, к гаталке не ходи. Хотя, смотрите, нет, мы переходим. Да как же ты не принял-то эту шайбу? Естественно, повторы Дроссда. И что он творит сегодня? Это уму непостижимо. Вот так вот повлияло удаление капитана. И просто на его место Дроссд взобрался и стал, ну, героем пока этого матча. Костров. Пас. Эй, какой бросок. Отлично. Ну, как Лунквис сейчас здорово сыграл. Хорошо. Хорошо. Ух, как развернулся. Спинорама. И забить. Блин. Блин, как они замучились с этим контролем. 40 секунд до конца. Я не знаю, чем сейчас эта атака у них закончится. Щелчок. Фух, я кое-как блокирую. Кое-как. Не знаю, уже начинать надо ложиться, по-моему, под эти... Броски. Бакин. Фух, давайте остановочку. Просто паузу. По-моему, пахнет овертаймом. Хорошо. Хорошо. И бросок. Что? Что, Гаврилов, это было такое? Что? Как ты так бросаешь идеально? 18 секунд до конца. И мы просто выходим вперед в этом невероятном матче. Я не знаю. Я такого ни разу не видел. Никогда, друзья. Лайк за вот этот камбэк. И я пока не буду говорить по поводу победы ничего. Потому что это идеальный бросок из-под защитника был. Ничего не видел Лунквист. Именно поэтому он пропустил эту шайбу. Теперь в обороне. Все играем в обороне. Блин, проиграли вбрасывание. Они сняли Лунквиста тут же. Естественно. Естественно, снимают галкипера шведы. И нам сейчас прям кровь из носа нужна шайба. Но пока нам ее никто, естественно, давать не собирается. Бакин. Фух. Зачем я его выкинул? Хорошо. 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 Сирена. Сирена. Я там дул. Когда бросить по воротам. Мы выигрываем. Мы выигрываем этот сумасшедший. Просто сумасшедший матч. Со счетом 4-3. Проигрывает 3-0. Это лучшая игра молодежки на этом чемпионате. 100%. Вообще без вариантов. Друзья. Естественно. Вы обязаны просто поставить полторы тысячи лайков. Потому что теперь у молодежки есть все шансы в плей-офф зацепиться за медали. Потому что теперь к ней будут все очень серьезно относиться. В следующей серии вы узнаете с кем же в итоге мы сыграем в первом раунде плей-офф. Потому что сейчас я вам только показываю результаты окончательные. А дальше ждите анонсов. Ждите анонсов. Ждите соперников. Вот на ваших экранах лучшие игроки. Естественно. Дрозд просто сотворил чудо вместе с командой. Вот статистика. И тут, друзья. Произошло. Самое хреновое. После вот этих всех крутых эмоций. И празднования нашей команды. Этой невероятной победы. После матча. Вечером. На нашего нападающего. Сумасшедший шведский фанат. Нападает с огнестрельным оружием. Да. Кисляк. Оказался в этой ситуации. И попал в больницу. Его состояние здоровья тяжелое. Но не критичное. Короче мы остались без Кисляка. Все переживаем за его здоровье. В топ-лофф. Еще возможно заявлять игроков. Есть несколько вариантов. Кого же в итоге позвать на его место. Пишите вы в комментариях. Кого вы хотите там увидеть. На этой позиции. Кто конкретно соответствует первому звену. Не обязательно это может быть человек из молодежки. А возможно профессиональный хоккеист. Которого вы хотите там увидеть. Может быть кто-то свободен. И мы вызовем его в сборную. На решающие матчи чемпионата мира. Вот такие вот смешанные чувства остаются у меня в концовке этого выпуска. Вроде сумасшедшая победа. Но здесь вот происходит такая хрень. И конечно мы ждем продолжения. Все вместе с вами этого сериала. Не забывайте что по промокоду ВАБОН вы получаете 200% бонусов. Ссылка в закрепленном комментарии. Я говорю вам спасибо за просмотр. Спасибо что поддерживаете активностью этот проект. И давайте встречаться в следующий раз. Полторы тысячи лайков напоминаю. И новая серия. Есть в описании мой инстаграм. Ну и увидимся. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok